Определись со своим образом. Я не ношу черный костюм и белую рубашку, чтобы выглядеть идолом. Я хожу в этом просто потому, что мне так удобно и не ощущаю потребностей пробовать что-то другое. Первый секрет, который можно украсть у Тома Форда – это обладать уникальным образом. И мне нравится эта цитата, потому что, когда я думаю о Томми Форде, то я представляю себе как раз этот черный костюм и белую рубашку. И для меня это реально стало культовым, потому что он создал этот образ. Он определил то, что я хотел увидеть. Мой вопрос вам – а у вас есть уникальный образ? Дело в том, что если вы не создаете и не держите под контролем свой образ, то другие контролируют его за вас. И нет, это не связано с теорией заговора, все проще. Так работает человеческий мозг. Мы определяем людей и вешаем на них ярлыки. Это помогает нам запоминать и воспринимать мир. Вы познакомились с кем-то от него, веет успехом. Вы не общались близко, но знаете что? Вы определили его как успешного человека, с кем хорошо поддерживать связь. Потому что может он вам даст хорошую работу или еще что. В отличие от, скажем, большинства людей, с которыми вы теряете связь. Да, это был интересный человек, но я отнесу его к категории людей, с которыми могу больше и не увидеться. Потому что нет особой причины, по которой мне стоило бы запомнить этого человека. И я понимаю, что это звучит очень примитивно, но именно так устроен наш мозг. Вам необходим определенный образ, который посылает тот сигнал, который вы хотите посылать. Господа, ваша одежда, ваша поза и ваш язык тела скажут за вас еще до того, как вы раскроете рот. Самое важное, это чистить и увлажнять свое лицо два раза в день. Используйте капли для глаз. Когда ваши глаза белые, вы выглядите здоровым и свежим. Смотритесь в зеркало с приближением. Если вы хорошо в нем выглядите, то вы готовы к выходу. Если ваша реакция, о, это слишком. Вот что я скажу, когда у вас важные переговоры, то на что вы смотрите большую часть времени? Налицо. Правильно? Так почему бы не позаботиться об одном из самых важных ваших активов? Серьезно, вы когда-либо говорили с кем-то, у кого глаза красные, кожа сухая, этот человек не выглядит здоровым? Может это их нормальное состояние, но вы себя спрашиваете, он вообще здоров? Важность лица выросла сегодня, когда надо проводить все эти видеозвонки. Мы не видим то, что ниже груди. Все, что мы видим, это лицо у нас на экране. Так что заботьтесь о своей коже и глазах. Мужчина должен попробовать носить костюм в течение дня. Я делаю большинство дел в костюме, иногда в смокинге. Поэтому мне очень удобно в нем. И мне нравится эта цитата, потому что она напоминает мне наших дедушек и прадедушек. Эти люди делали работу синих воротничков и часто в костюмах. Да, они работали в костюмах, и это была их защита и способ хорошо выглядеть. В то же время это было функционально, два самых распространенных мифа. Костюмы неудобные и костюмы нефункциональные. Если костюм неудобный, то это костюм, который вам не по размеру. Ну или вы его недостаточно долго носили, чтобы привыкнуть к нему. И есть большая разница между неудобным и непривычным. Если вы к чему-то не привыкли, то это как в зале. Вы не знаете, что, где находится, вы еще не привыкли. Но после десяти посещений или после того, как вы надели костюм десять раз, он становится второй кожей. Поговорим о функциональности костюма. Да, если вы покупаете дешевый костюм, то, скорее всего, он разойдется по швам. Но если вы покупаете качественный костюм из шерсти, то это уже прочная вещь. Его можно носить снова и снова. Возьмите себе темный костюм, тогда ему не страшны даже несколько пятен. И если это ваш повседневный костюм, то вы будете поражены тому, насколько грубым можно быть с этой вещью и как достойно она будет вам служить. Многие считают, что завышенный рукав ограничивает. Но он на самом деле нет. Он добавляет вам свободу в движениях, потому что он освобождает руку. Мне нравится эта тема, потому что она относится к тому, что костюмы могут быть удобными и функциональными. Костюм вам дает свободу движения, если он вам подходит по размеру. Я об этом уже говорил раньше. О пирамиде стиля. Размер, функциональность и материал. Размер – это король. Дома или вне рабочего времени я хожу в футболках. Но я их сперва подшиваю. Если рукава выше трицепса, это выглядит лучше. Это подойдет тем, кто хочет оставаться в стиле casual. Если ваша тема – это джинсы и футболки, то когда вы будете покупать их себе, убедитесь в том, что они вам идеально подходят по размеру прямо с полки. Или отнесите их мастеру, чтобы он подогнал их под вас. Вы и сами можете подшить одежду под себя. Это не так сложно. Суть в том, что маленькие исправления могут очень сильно изменить то, как одежда на вас сидит и как вы выглядите. Такой секрет с возрастом вам надо найти себе хорошую пару очков с толстой темной рамой. Все остальное может меняться, но пара темных очков всегда в тему. Что скажете? Вам нравятся мои джентльменские очки? Я не уверен в этом стиле, но я согласен с Томом, что надо найти очки, которые подойдут вашему лицу. Они могут сбалансировать ваше лицо и добавить симметрии. Особенно, если одна часть вашего лица косит по сравнению с другой. Если вы постарше, то вы можете добавить креативности и цвета при помощи очков. Это самый недооцененный аксессуар. Всегда застегивайте свой пиджак. Если бы у меня было всего одно правило для мужчин, то это оно. Это помогает моментально создать вам силуэт. На пиджаке с двумя пуговицами верхнюю застегиваем, нижнюю нет. А на пиджаке с тремя верхнюю по выбору, среднюю желательно, нижнюю никогда. А когда садитесь и нужно больше пространства, можно расстегнуть пиджак. Даже если у вас слабенькая челюсть, то правильная щетина может сделать вас мужественнее. И я полностью согласен, вы можете использовать силу щетины. Если вы не готовы к полноценной бороде, то просто не брейтесь пару дней и посмотрите, как это выглядит. Ну а так, ничего не может лучше придать форму мужскому лицу, чем борода. Что работает с вашей кожей и глазами? Используйте это для того, чтобы прокачать свой гардероб. Звучит просто. Правильное использование цвета, но очень многие парни все путают. Первый совет. Не стоит стесняться своих любимых цветов. В детстве мне нравились оттенки зеленых цветов. Почему? Потому что каждый раз, когда я надевал их, то мне говорили комплименты. Меня всегда притягивало к этим цветам, но мало того, это, пожалуй, лучшие цвета для меня и моего типа кожи. Нужно быть смелее, чтобы носить свои любимые цвета. И если это яркие цвета, как желтый, оранжевый, красный, то не стоит брать себе костюм этого цвета. Но вы можете использовать его для акцента. И говоря об акцентах, следующий совет – смотрите в глаза. Если у вас синие глаза или зеленые, то это отличный способ для подчеркивания и добавления акцентов в свой гардероб. У меня темно-коричневые глаза, поэтому коричневый цвет – это то, к чему я тяготею. Британцы – настоящие павлины. На улицах вы можете увидеть намного больше стилей, чем где-либо в другом месте. Да, это конкретное обобщение, но в целом я соглашусь. По моему опыту, в Лондоне я видел куда более стильно одетых мужчин. То же самое я видел, в принципе, и в Италии. Мне кажется, что есть части света, где мужчины уделяют чуть больше времени на свой внешний образ. Наверное, потому что они понимают всю его силу и почему это важно. Поэтому, если вы хотите хорошо выглядеть, а в вашей местности никто этого не делает, тогда могу посоветовать вдохновляться в сети. Можете найти инстаграм-аккаунты, за которыми следить. Просто найдите кого-то с похожей комплекцией. Может, это будет кинозвезда или еще кто. Никто не скажет, что вы оделись как Райан Гослинг или выглядите как SRK. Никто так не скажет. Они скажут «Вау, круто выглядишь». А вы знаете секрет, вы имитируете чей-то образ. Если вы попали на Оскар, то вы знаете, что на красной дорожке нет ни одного мужчины, который не использует макияж. Большинство мужчин к этому привыкают. Даже в обычные дни, когда они выходят погулять, они используют тоналку. Конечно, я понимаю, парни, что вы скажете «Никогда такое не сделаю». Но когда у вас перед важной презентацией вышел страшный прыщ на носу, я хочу, чтобы вы были уверены. Поэтому неважно, какими продуктами вы пользуетесь. Никогда не стесняйтесь того, что вы делаете шаги, чтобы чувствовать себя более уверенными, которые приведут вас к жизни вашей мечты. Я не вырос в богатой семье. Мы были обычной американской семьей среднего класса. Мы знали, что роспись в ЗАГСе – это дневной костюм, что черные туфли носятся с синим костюмом, а коричневый – серым. Он озвучивает пару правил и говорит об их важности. Но он не говорит, и тут я уже добавлю, что если ты знаешь правила и понимаешь их причину, то ты можешь набраться смелости, чтобы их нарушить. Нет, я не говорю, что если есть дресс-код, то надо его нарушить. Но если вы хотите, например, надеть коричневые туфли с синим костюмом и считаете, что это хорошо выглядит, то вперед, нарушайте это правило. Суть правил стиля – дать вам направление, когда вы только начинаете свой путь, чтобы вы не допустили критических ошибок. Но правила стиля не должны быть законами. Поэтому, когда вы знаете правило, и оно к вам не относится, то вы можете смело его нарушать. Никогда, вообще никогда не надевайте то, в чем вам некомфортно. Господа, ваша одежда – это инструмент, который улучшает ваш образ. Чтобы этого добиться, у вас должны быть инструменты и опыт ими пользоваться. Самый простой совет для вас, ребята, создайте себе взаимозаменяемый гардероб и любите то, что у вас есть. Субтитры создавал DimaTorzok